Здравствуйте, ребята! Недавно я рассказывал об этом аккумуляторе, что я получил такой аккумулятор. Сейчас покажу. Вот такой вот, смотрите. Вот он. Видите, вот он такой. Вот он такой аккумулятор. Ну, решил я, это китайский аккумулятор. А я еще сегодня получил, вот сейчас пошел, еще вот такой аккумулятор себе заказал. Вот, сейчас покажу. Вот он, смотрите. Вот. А это германский. Вот видите, написано германский. Так, вот эти два аккумулятора. Обои, значит, они, ну, технологии примерно одинаковые. Это гелевые, значит, или там немножко тут под другая технология, тут такая. Ну, в общем, это гелевые аккумуляторы не обслуживаемые. На 12 вольт, 12 ампер и здесь 12 вольт, 12 ампер. Вот сейчас я, значит, как сейчас. Вот хочу, значит, поэксплуатирую их, посмотрю, как оно будет. Я зарядное также выписал, вот такой вот. Видите, вот для гелевых аккумуляторов. Еще, правда, не пробовал, потому что этот немножко разряжай аккумулятор. Это только, вот только, только получил. Пришел с почты, получил. Значит, вот это будет за этим. Вот этим пробовать буду заряжать. Значит, этот еще у меня разряжается. Он только, значит, разрядился до 11,9 вольта. В общем, мало. Значит, как технология разряда вот этих аккумуляторов. До 10,5 вольт их можно разряжать. Ну, и потом заряжать, значит, и, ну, кому интересно, значит, кому интересно, может найти про то, как заряжаются и разряжаются гелевые аккумуляторы. Почитать. А я просто рассказал о том, что я такие вот приобрел аккумуляторы. Вот они, два штучки. И теперь, значит, буду их эксплуатировать и посмотрю, какой из них со временем будет лучше. Китайский или немецкий. Вот. Так что, вот такие два у меня приобретения. Ну, ребята, а вы пишите в комментариях, вы какие-нибудь аккумуляторы тебе используете? Как вы их, что их и как. Будет интересно, значит, мне почитать ваши комментарии. Вот. Как я их разряжаю, в каких я условиях их применяю и использую. Это пока останется пускай тайной, значит, это со временем я потом это все расскажу. А пока благодарю вас за внимание. Удачи всем. До свидания. Продолжение следует...